Да, я даже могу как бы это самое, если хотите, могу читать. То есть по порядку, давайте Андрей, Ама, потом я, туда-сюда. Вот у нас еще две Лены есть, все замечательно. Окей, мы давай. Хорошо, ты это самое у нас в форуме, я что-то сделаю. Я, да, я выспался, все, я днем сплюсь. Теперь запись пошла, ладно, писай, офф-топик, потом расскажу. Окей, Андрей, давай. Всем добрый вечер. Большой раздел книги Хедуш Гадоль, который мы изучаем, называется «Галут и Геулан. Изгнание и избавление». И мы продолжаем читать про последние дни. То, что называется «Ахарит Хайамим». И отрывок, который я прочитаю, называется «Склонность к эгоизму в последние дни». Всякий раз, когда наступает период последних дней, «Кломар сиюм галут о гашламат маалаха истории колель». Имеется в виду конец изгнания, ну, изгнания могут быть разные, да, поэтому вопрос возникает, что значит, всякий раз, когда заканчивается. Конец изгнания или конец какого-то исторического процесса. И в такие периоды есть склонность к эгоизму. И этот эгоизм, он проходит проверку, является ли он кашерным или нет. Поскольку мы достигли покоя и нахала, как бы сказать, ну, получили я… А, это такой битой. На дело. Да, это такое устойчивое выражение. На дело, на след… То есть достигли покоя и своего на дела. Да, душевного комфорта. За душевного комфорта. Ну, да-да. В СНН, нахала… Зона комфорта, да. Ну, это говорят и в газетах тоже, и в радио тоже говорят. В общем, то, чего мы хотели достичь, вот мы этого достигли, имеется в виду. За что боролись, да, за что боролись, типа этого, да. Ну, за наследство, как бы, бороться – это уже другой вопрос. Окей. Вот. Так, и поскольку мы этого уже достигли, тогда я уже не нуждаюсь в тебе. Тогда давай проверим, все-таки, несмотря на это, способен ли я любить тебя. И тогда это чистая любовь. Вот такой интересный, как бы, отрывок. Насколько я понял, здесь имеется в виду, да, что вот эта любовь, да, которая, в общем-то, заповедана, любовь к ближнему, да, которая номинует собой какое-то идеальное состояние взаимоотношений между людей. Но в тяжелые времена она, как бы, необходима для существования общества, да, поскольку, когда в каких-то трудностях, то все соединяются в группы, в общины, которые зависят друг от друга, да, и им там приходится, как бы, друг другу помогать, да, оказывать взаимопомощь. То есть это такое свойство человека, да, но бывают периоды, когда, собственно, точнее, когда заканчиваются периоды изгнаний, да, люди приходят к какому-то, наконец, периоду... Благополучие. Благополучие, достатка, процветание, да, и тогда уже, в принципе, не нужно вот делать то, что раньше, и тут как раз и есть возможность проверить. Вот эта любовь, вот эта связь, вот эта общинность, та, которая была, продолжает ли она так же действовать, как это было в изгнании. Вот, и если вот эта любовь остается, несмотря на, то есть периоды, периоды процветания, достатка, тогда вот эта любовь чиста, да, как здесь сказано, агава-те-гора. Да, мне кажется, это какое-то очень верное психологическое замечание. Пока там, ребята, нищие студенты, да, они там, такая наша дружба крепкая, и это самое, это, долгамусы, ну, не знаю, все такое. А потом все вырастают, женятся, взвозь семьями, домами, должностями, и от этой, как бы, юношеской идеалистической любви тоже остается очень мало. Так я не понимал, где, честно говоря, прощелочный раз, я не понял, так какая идея, когда, опять, то, что Рав, говоришь, Аналогично, аналогично, в Галуте, в тяжелые времена, мы держимся друг за другом, друг друга любим. А когда мы пришли в Израиль, то каждый строит свой собственный дом, ему так довольно, ну, так у соседа будет дом пониже или повыше. В общем, меня интересует только то, что у меня за забором, а не кому там чего, так сказать, кто-то нуждается в помощи. И на самом деле есть такой эффект, что всяким волонтерством и помощью занимаются вовсе не самые богатые и самые успешные, а иногда те самые, так сказать, люди, которых тоже находятся в тяжелом положении. Мне кажется, может быть, это ложится в общую схему, то, что как бы и Рав говорил, но и как бы это известно, что все состояние в Галуте, оно ненормальное, оно как бы уродливое, и с физической точки зрения, тебе приходится как бы выживать ненормально, кругом одни враги, вот, и это отражает духовное положение, ты не можешь влиять, и все, то есть как бы, а когда ты как бы свободный, то все, но и с другой стороны параметр свободы. Это параметр множество мнений, то есть как бы начать здесь удивляться, даже, по-моему, без каких-то высоких слов, понятно, что есть человек свободные люди, все имеют разное мнение, и государство, оно обязано давать возможность всем высказываться, есть только люди, не подрывают как бы уж совсем то, на чем они вместе. Это не вопрос демократии, а вопрос любви к ближнему. То есть если в такой ситуации благополучно сохраняется любовь к ближнему, это позитивно. А кто он ближний, послушай, но я сейчас не хочу просто с места в карьер начинать после двух строчек эти сражения. Что значит ближнее, когда Мерет заботится слегка, чтобы у арабов якобы было то, что у евреев, например. Вот сейчас этот закон, да, он же как бы дикий, в общем, оказалось, я тоже не очень этого знал, что живут две категории людей на одном и том же географическом пространстве. Одни подпадают по одной судебной системе, а другие совершенно по другую. Это реально апартай. Вот они хотят, чтобы такого не было. Ну, только они тоже любят, только они любят как бы не евреев, они любят бы ее арабов. Это любовь к ближнему? Это отдельный вопрос, это интересно обсудить. Окей, ну хорошо, пускаем по вискнуть в воздухе и будем дальше. Ну, тут рак, по-моему, говорит о некой общей вещи. И мне кажется, что это можно увидеть также и в Танахе. Есть такая корреляция заметная в обоих царствах, и в Израильском, и в Иудее. Чем лучше становится их благосостояние, тем они более успешны в войне и прочее, тем больше у них появляется упоклонство и эгоизм и прочее. То есть это как-то коррелируется. Окей. То есть лучше жить в жестких условиях, тогда все чище. А я не знаю, нет, вот как раз рак говорит, нет, если несмотря на то, что ты в хорошем условии попал, ты остался человеком. А, окей. Тогда это ахавабики. Окей. Ключевое слово мифхан, да, экзамен. Вот если ты в хороших условиях продолжаешь, как бы, оказывать взаимопомощь, тогда это уже настоящая любовь к ближним. Ну и что-то уже написано, ему кашер, ему ло. То есть бывает эгоизм кашерный, бывает не кашерный. Такая идея. Да? Ну да, то есть бывает вынужденная, вынужденная, как бы, любовь. Ну, смотри, тут мне даже не слово кашерный. Кашерный, как бы, можно сказать, правильный или неправильный. Не, не, вынужденный, не выжденный. Кашер – это кашер, как сертификат кашер. Послушай. Если у тебя эгоизм правильный, все с Абаба, значит, у тебя удостоверение есть. Ты кашерный человек, у тебя кашерный эгоизм. Как только понять, где он кашерный, а где он не кашерный. Окей. Ну, вот это вот. Земля Израиля, это как бы проверяется. Это то, что Рам говорит. Да, да, да. Окей, ну, хорошо. В общем, не очень простое начало. Или это что было? Начало, да. Ну, мы чуть только забрали. Это середина. Да, окей. Идем дальше. Да. Асагат Адгуша. Достижение святости в земле Израиля. В земле Израиля можно перескочить через ступени, которые называются пришут, то есть аскетизм, может быть, по-русски, в пути достижения святости. Я не знаю, о чем, я не смотрела, честно, что будет дальше, но я просто на данной точке хочу объяснить, почему я действительно пришел. Это, кто знает, так вот построена книга Рамхаля, Рамхаля, который описывает этапы, которые должен пройти человек, чтобы добраться до уровня святости. И одним из этих этапов является вот аскетизм, решу, отделение от излишних удовольствий, скажем так. А вот Шерки говорит, что в Эрд-Исраиле это так, то, что описано, но он опирается на некоторый отрывок из Гевара, в котором описывается вот эта цепочка, что приводит к чему и каким образом приходит человек сад. А Рамхаля, Хайм Лутсата, он это подробнее. Как это все, как нужно это достигать в каждой ступени. То есть в Эрд-Исраиле получает все этот аскетизм. Мы здесь в середине предложения. Я просто пока рассказываю о том, чего не надо, что требуется по Талмуду и по Лутсату, что эта ступень необходима. А Рам говорит, что здесь можно через это перескочить. Но тем не менее, все-таки не стопроцентно, не абсолютно перескочивает. Святость действительно легче достичь в Израиле, чем за границей. Потому что земля Израиля – это святая земля. За границей, вне земли Израиля, религиозный еврей живет двойной жизнью. И он все время находится в эпицентре борьбы между святостью и будничностью. Большая часть его жизни проходит в будничности. И только небольшую часть времени он живет жизнью святости в синагоге или в доме ученика. С его точки зрения, вся эта будничная жизнь, ее целью является добраться до изучения дневного листа Талмуда в доме учения. Но в земле Израиля – это не так. Потому что в ней святость охватывает все стороны жизни. Всю реальность. Если я прокладываю дорогу, то это тоже часть святости. Есть в душах махоль хумы ахаил. Мишу ше абаяташель эра цесрель в душах. И есть святость во всех областях жизни. Потому что сама сущность земли Израиля – это святость. Тем не менее остался вопрос. Он очень странно начал. Этот отрывок, что тут мы можем не требовать от человека, который хочет достичь святости, аскетизма. То есть можно услабление ему сделать. Почему? Потому что вообще вся его жизнь находится внутри святости. Что бы он ни делал, поскольку вокруг него святая земля, все его действия – они как бы святости. Но он сказал, что не то, что совсем мы от него не требовали аскетизма, но не такой степени, видимо. То есть Васян начинает это относить. Пока так представляется. То есть вот это еще одна разница между иудаизмом земли Израиля и иудаизмом изгнания. Потому что в изгнании там эта реальность, которая окружает еврея, она является враждебной. Он должен от нее отделиться, потому что она ему мешает служению Всевышнему. И поэтому как еврей изгнания, он такой ощетиненный. Строит себе то, что называется четыре локтя Аллахи, которыми он сгораживается от окружающей реальности. У него есть какой-то там такой островок святости, который там в синагоге, в Бейх-Медраши и так далее. А в земле Израиля там совершенно другая ситуация глобальная. Там вот эта материальность, она святая, от нее не нужно отгораживаться. То есть вот он взаимодействует, там строя шоссе, как приводит здесь Раф пример или в других каких-то действиях, он взаимодействует со святостью. То есть сама его земная жизнь, она является тем, что, о, как я раньше любил цитировать, Раф один в Москве сказал, значит, изучать Талмуд в Харькове, это то же самое, что копать картошку там в Самарии. Что-то такое, то есть это одно и то же. Красиво, да. Только, тем не менее, все равно в земле Израиля не все материальное, оно прям святое, и что бы ты ни делал, тут это все будет в копилку тебе идти. Куда ты копаешь, вопрос не просто ты шоссе прокладываешь, а где ты его прокладываешь, куда ты его прокладываешь, и в какой цели. Тут, может быть, и в земле Израиля ты тоже можешь, как бы, есть вещи, от которых нужно отгородиться. Материя все-таки, она свята, она тебе в руки, ты можешь ее с легкостью использовать для позитива, для продвижения, больше, чем за границей, гораздо. Но, тем не менее, здесь тоже ты можешь ее использовать на что-то негативное. Поэтому, правда, говорит бы, не абсолютно. Мне кажется, так вот я нащупываю, как бы, я даже бы сказал, так сказать, бомбастия очень так громогласно. Одна из главных проблем еврейского проживания в стране Израиля, что, как бы, все толкают одно судно. Но при этом вдруг оказалось, что, как бы, люди считают, что можно толкать все равно в разные стороны. И очень трудно доказать, что какая-то страна является абсолютной. Более того, в современном обществе вообще трудно предположить, что есть какое-то одно абсолютное направление. Поэтому вдруг, как бы, раскрылась такая вещь, что, например, как мне кажется, опять же, вот какие-то, я не знаю, болезненные точки, чувствительные, да? Службы, там, женщины в армии, например. Ну, нам, как бы, сильно волнуют еврейки. Они служат, как бы, в американской армии, например. Ну, я не знаю, может быть, это обсуждается как-то. Или, там, транс-жендеры. То есть, что-то такое неспецифическое, как раньше было. Но это не занимает какие-то заголовки. В основном, что у нас? Может быть, американцы-то, да, волнуют. Но в Израиле, например, это обсуждается везде. Вот сейчас, как бы, женские организации. И вообще понятно, что за этим стоят, как бы, большие силы, да? Вот, они очень продвигают идею о том, что, вот, бухурот, девушки, они должны служить в суперлитных этих, которые были закрыты для мужчин. И это занимает все, все газеты спрашивают, ну, а почему? Именно потому, что это армия освобождения Израиля, а не какая-то другая. И таких моментов, как бы, куча. Есть евреи, участвуют в марше гордости, как это называется, да? Гей-парады, где-то там опять Америка, Европа. Кого-то это волнует, кто-то это обсуждает. А здесь это центральная проблема. Почему? Ну, потому что это находится в этой общей лодке. Они считают... Я не думаю, что они делают назло. Нет, серьезно, не думаю, что они делают назло. Они считают, что они двигают лодку в правильном направлении. Поэтому возникает, как бы, вообще проблема. Куда лодка должна двигаться? Знаешь, как бы, так совсем грубо говорить. Ну, я сейчас грубо говорю совершенно. И даже, может быть, резко и неприятно, да? Если бы такие люди, как Рафшерки, они бы имели такое влияние в обществе, что совершенно однозначно то, что они говорят, принимается как абсолют. Но это не так. И чем дальше, по-видимому, тем это меньше принимается как абсолют. Поэтому какая возможность, как бы, доказать? Непонятно как. Окей. А что ты хотел сказать? Что у нас есть разногласия, есть у нас разногласия. Именно потому, что... Я совершенно согласна, что и потому, что мы находимся в Святой Земле. Все, что здесь делают евреи, имеет огромное... Да-да, почему именно здесь? То, что сказал. Когда еврей, смотри. То, что Андрей привел пример. Ну, классический пример. Евреи учатому. Отлично. Ну, хорошо. Но здесь, по примеру, понимаешь, если человек учат Талмуд... Ну, все так кивают головой. А, Евреевич, Талмуд. Ну, какая-то понятно. Окей. А если еврейка хочет в танке служить, это правильно либо нет? О-о-о! Откуда я знаю вообще? Я этим не занимаюсь. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Лучше этого не подпускать, иначе куча вопросов возникает. А она тебя не спрашивает. Она сама туда прет. Понимаешь? Вот была эта самая дикая стычка. Ну, не стычка даже. Просто в синагоги вышли. Я Грише Эдельсону, помню, говорю. Слушай, Гриша, вот в махом мире вообще есть люди, как читая, слышал лекцию краем уха, очень грубо отзываются как бы о желании девушек служить там в армии, в танке и все. Гриша, у которого... Гриша мы знаем, да? Гриша свой шанс человек, более чем вообще лидезный парень из мосту и семья вся замечательная. Ну, у них это самое... Таня, она была мадрихат... Даже не хер, а мадрихат этого Ширион. В танке была. Гриша тут же взвился, говорит. Что за идиот? У меня Таня была. Все. Ну, вот, пожалуйста. А если бы Таня Талмуд учил, у Аль был бы другой вопрос. А лучше бы не Таня, а Моша и Ицхак тогда нормально. Тут еще другие вопросы возникают. Ну, хорошо. Побежим дальше. Просто как бы, не знаю. Общее замечание. Проблематика проживания в земле Израиля. Да? Ну, многие вещи должны приснятся постепенно. Есть вопросы, в которых мы вполне допускаем и считаем даже необходимыми разногласия. А есть вещи, которые требуют... Все-таки, можно сказать, ты можешь там в какое-то место прокладывать шоссе, а он может в другое место прокладывать шоссе. Я пользуюсь образом, который расширится. Да-да-да. Условно говоря. Люди работают. Почему-то они на работу должны пешком ходить по пыльным этим самым тропинкам. Ну да. У всех свои права, да. У всех свои права. А кто-то говорит, да, у них права. Работники... И по этому поводу тоже есть много разногласий. Кстати, это совершенно разногласия, которые не затрагивают деление по какой-то религиозному... Ну, кстати, на эту тему это тоже интересно. Просто реально. В КНЕСКИ был принят закон о том, что наказывают тех, которые цурхимзнут. То есть те, которые пользуются услугами проституции, а те, кто пользуются услугами, они платят, не знаю, штрафы или что-то еще. На самом деле они совершают нарушение закона. Это вот да, существенно видно. Это да, да. Я просто пример привела. Понимаешь? Но на самом деле это тоже не так очевидно. Ты увидишь, если пойдешь, поищешь в интернете или там в Фейсбуке или где угодно, полно голосов. Говорят, какое дело, почему они должны в это вмешиваться? Я хочу, она согласна. Какое дело, что я плачу? В общем, в таком духе. Я не хочу в эту тему углубляться. Да, лучше не надо. Ребята, я просто... Просто я привела пример, в котором может быть разногласия в обществе. Один считает, что его право проводить сейчас и куда он хочет, и как хочет. А другой говорит, нет, это как бы уже есть границы всему. И все эти границы, они тоже такие неочевидные и требуют прояснений. И, в общем, мы почти всю историю этим занимаемся. Но нам сегодня кажется, что тем, чем мы занимаемся сегодня, оно гораздо более сложнее, глубже. Нет, непонятно, просто запутанное, смотри. Я думаю, что... Запутанное, да. Чем дальше, тем больше. Раньше, так сказать, убивать и убивать. Воровать и воровать. Чем дальше влез, тем больше, друг. Реально, вот то, что мы... Ну, я говорю, мы, да, вот мысленные хамы, да, мысленные хамы здесь присутствуем. Люди, которые все время слушают, которые живут жизнью. Мы проблематичные, понимаешь? Ну, если про меня, про меня, я могу сказать, что я проблематичный. Почему? Потому что, чем больше ты слушаешь, тем больше, как бы, волосы дыбом стоят, ситуация больше не понятна. Что сейчас происходит? Да, вообще, сумасшедший дом. Каждый, начиная с 67-го года, каждые пять лет принималась поправка, которая делает особый статус с точки зрения юридического ситуации проживания людей на территории. То есть, это и я, и Нехама, пожалуйста. Каждые пять лет. Ну, подожди, но это, это интересно, да? Это интересно, да. И принималась автоматически. В этом году одну фразу и все, и кончаю. В этом году, в этом году нашла Касана камень, чисто из политических соображений. Вдруг создалась совершенно уникальная ситуация. Волосы дыбом встают. Арабы, которые, как бы, исламская партия, которые, вообще говоря, ну, явно против поселенцев, они поддерживают это. А партия сионистская против этого. Как такое может быть? Я не буду сейчас дальше объяснять, почему. Понятно, что есть логика и там, и там. Но это еще более непонятно. Как такое может быть? Каждый объясняет свою позицию. Окей? Да. Нормально. Мы проживем. Да? Ничего страшного. Не, ну, послушай, понятно, что мы как бы с горя помощью все проживем. На самом деле, тут гораздо больше шума, чем реальные какой-то опасности или реальных изменений. это суть. Как тоже все... Не было правительства у нас там два-три года. И все шумели, как так? Как можно жить без правительства? Ой, мы не можем утвердить бюджет. Что значит, не можем утвердить бюджет? Давай... Мы живем по старому бюджету, и мы прожили нормально совершенно, и был дико. Ну, там не совсем. Послушай, сейчас не будем вдаваться в это. Понятно, что это нам как-то разрулят? Ну... Также здесь не будет закона, это будет как-то иначе действовать. В конечном итоге, так сказать, даже реально, если меня за краз будет судить военный суд израильский, то, так сказать, тем не менее будет судить военный израильский суд. Послушай, давай пойдем дальше. Я, сори, что я это сказал. Давайте вообще предлагаю такую схему, да? Вот мы как бы читаем, а потом делаем несколько сбросов. А потом продолжаем. Не-не-не, не потому что я говорю, а все молчат. Халина, да? Но сбросы. Мы делаем сброс такой, да. И чтобы люди потом кто-то будет, может кого-то заинтересовать. Потому что тут как бы каждая тематика, она раскрывает такую тему. Но когда человек может быть менее посвященный, скажем, в израильскую действительность, вот да, вот он как Андрей. Андрей хороший пример. Вам приводят замечательные примеры. А вот еврей, который идет на гейпарг. А этот пример плохой. Это рассматривать не будет. Окей. Дальше. А, да. А, да. Моя очередь. А, моя очередь. Слиха. Послушай, а что нахамок устал весь кусок уже? Да, да, да. А, ты перелеснул. Да, сабабы лагамбы, да. Ну, не знаю, посмотрим, какая типа проверка земли Израиля. Не-не-не, аспект. Что-что? Аспект. Ну, давайте посмотрим. Не знаю, да, что-то такое, да. Да. Может быть, да. Может быть, аспект земли Израиля, вне земли Израиля, да. Бехуль. Мы все знаем, что это такое. Это за границей, да. Бехуль сларос называется. Бехуль. Филат шахарит бешаббат немшехат лефахот арбаха мэшаот. Да, это известно, да. Вот Бехуль за границей. Утренняя молитва. В субботу она длится 5-6 часов. Она длится 4-5 часов. Да. Вау, действительно. Ко мне тоже подходил американец, приехавший из этого. Слушай, я не понимаю. С полтора часа все разбегаются по домам. У нас в шуле вообще сидят тут действительно по 12-й до часу и распевают. Такие душ, все, пока все расходятся. Точно как раб говорит. Я был свидетелем. Читаем дальше. Мишая бебет кнесет. О! Мишая бебет кнесет бехуль. Бешаббат. Бевадай. Сам леф леках. И тот, кто был бехуль, опять же, за границей в субботу, конечно, на это обратил внимание. Ахарет филат. Эй, орхим кедуш. О! После филы устраивают кедуш. Трапеза, то все. Да, выпивка. Уллахар меках еш шиура. После этого еще шиура есть. Да? Двартура после этого есть. Урок, урок. Урок, да. Вэкашэн хозрим ламинха. Шуф еш шиур. А когда возвращается, как она, после полудня называется, молитв ламинха, то бишь, опять еш шиур, опять еш урок. Кахше митпелелим шуим кемат коль шабад бетнеш. Это устроено таким образом, что те, кто молящиеся, они проводят в субботу практически весь день. Что я так сделаю? Окей. Лумадзот баарец. А вот. А супротив этого земли Израиля. Ахареша бе хамишим и теша дакотм. Это Араф с юмором пишет. После часа и пятидесяти девяти минут. То есть, люди все время смотрят на часы, когда уже можно, конечно, бежать домой. Анашим, Матхелим, Лазус. Люди начинают нервозно двигаться. Бе кисоте эм на своих стульчиках. Би нахут, пожалуйста. Нервозно, нервозно там начали шебуршаться. Аэсбэ ру пашут. Объяснение очень простое. Почему? Земля Израиля за границей. Она как бы находится внутри котлей. Внутри стен синагог. И почему? Потому что, понятно, молящиеся там. Они любят землю Израиля. Они хотят остаться в ней. В ней, в смысле, в нем в синагоге. А, тут то женское и то, и то. В ней в синагоге и в ней в земле Израиля. Ахпо. Но здесь, как известно, земля Израиля находится также и вне стен синагог. И молящиеся, они вообще хотят выйти из стен синагоги тоже в землю. Землю с большой буквы. Имках. Ну тогда, если это так. Возникает простой вопрос. Здесь так все замечательно и классно. То есть нет такого, от себя добавляя, если нет такого ограждения только стенами синагог. А все пространство вокруг тебя это то, к чему ты стремишься. Возникает простой вопрос. Ну а чего же эти евреи, которые живут вне Израиля, да? Они не совершают репатриацию в землю Израиля. Вопрос. С их точки зрения они, да, совершают репатриацию, в смысле, поднимаются по духовному уровню. Они репатриируются в Бет-Кнессе. Они поднимаются в Бет-Кнессе. И вот такая длительная молитва в синагогах, еще чуток, да, в синагогах за границей. Она дает ощущение тем, кто молится им, что они как будто делают репатриацию. Ах, ешевдель бен киилу лавей намакор. А, да, вот тут есть некая небольшая разница. Есть разница между словом киилу, а мы уже обсуждали. Одно из центральных слов в израильской жизни, дети это говорят каждые две минуты. Киилу, все киилу, как будто. Так вот, есть разница между как будто и между, как бы, ее настоящим значением. Бет-Акнесс-бехуль зерак-пхинат эр-цесраи. Поэтому синагога за границей, это как будто бахинат, как будто небольшое прочувствование, дегустация. Это аспект? Ну, какой-то аспект, да. Можно сказать, аспект. То есть не сама земля Израиля? Да, дегустация. Ешевдель бен бахинат лаэт самадава. Ну и понятно, что есть разница между тем, чтобы чуток попробовать, и между тем, что жить по-настоящему. Это я от себя перевел, а Раф пишет, есть разница между аспектом, между существом дела. Все. Ну, как бы, понятно все. Мы все были свидетели о этом. Вот я был в Марокко, в этой религиозной группе, пожалуйста. Целый день вообще ходили и молились, и рассказывали. И Каббалат-Шаббат, и потом был Оных-Шаббат. Черт, чертов струй нехорошо будет. Много всего было. Целый день было. А у нас в синагоге чуть-чуть, правда, все разбегаются по домам, к семье. Все были свидетели о том. Есть замечания? Молящиеся есть замечания? Ну, все, в принципе, понятно. Святая земля, что там вся не нужна синагога. В смысле, она нужна, но не заполняет всю жизнь. Потому что там вся земля как синагога за границей. Да, но опять, понимаешь, возникает как бы общий вопрос с точки зрения «возьми стороннего наблюдателя». Пришел человек, сел на лавочку и говорит, вот я хочу посмотреть, как настоящие евреи, как они проводят субботу. Окей? Вот. Он приходит в синагогу за границей, в Эхультобе. И смотрит. Люди красиво одетые. Многие в черных шляпах, да, с бородами, приличные. Ходят в башмаках черных начищенных. Разговаривают, общаются, дети приходят. Потом и так целый день. Он говорит, о-о-о, вот это евреи. И это я понял. Приходят в синагогу сюда, приходят люди. Ну, я уж не говорю в шортах, но хорошо, в сандалях приходят. В белых рубашках простых. Помолились, прочитали, так-сяк. О-хей. Поговорили, похлопли другу по плечам. Разбегаются по домам. Посидел на лавочке и говорит, это что, евреи что ли? Какая-то профанация вообще. Как они одеты. Башмаки есть, шляпы у них есть. Бороды черные у них есть. Нет. А чем они занимаются целый день? Все дома с детьми болтают. Что за ерунда вообще? А еще спать вообще захотеть? Все. Вот тебе проблематика. Окей? Ну, я не знаю. Мне интересно. Я, например, в принципе, приблизился к иудаизму на вот этой идее. Рабошерки. О том, что земля, Израиль, это то место, где происходит соединение земли и неба. Вот мы тут живем, как бы у нас есть какие-то там островки святости. А вот там, да, там вот все святое. И поэтому у меня такого вопроса не возникает, что делают эти евреи в сандалиях весь шаббат со своими близкими. Вот. Но, как бы, да, у меня вопрос, как другие люди на это смотрят? Для них это действительно непонятно, да, что это земля святости и так далее. А это проблема. Ну, разные люди, наверное, есть. Я даже не буду говорить про стороннего наблюдателя, но есть разные евреи. Некоторым нужна шляпа и суртука. Не, ну я так, я против шляпки ничего не имею. Смотри, я сам здесь сфотографирую, где я предпочту сейчас снимать человека в шляпе, на самом деле. Понимаешь? Они в вязаной кипят. Дико извиняюсь. Ну, как бы образ красивый и все. Вот так. С точки зрения визуалий. Но по жизни, да. Ну да. 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 Ну, не знаю. С точки зрения художника, возможно. А вообще, так сказать, с точки зрения симпатии, да, у каждого человека есть какие-то более близкие его душе образы. Может быть, так сказать… Ну, жизнь. Раф Шахте, мне кажется, правильно. Главное слово все-таки – жизнь. Ты чем занимаешься? С дегустацией жизни, либо ты жизнью живешь. А в жизни много чего есть. Вот, как бы, пример, да. У меня два приятеля. Один приятель в Америке. Хотя давно с ним не имел. Надо вообще узнать. Борька, жив? Нет. Дай Бог, жив. Что-то он пропал. Ну, неважно. Он все время приезжал сюда в Израиль. У него родители, как у многих в Америке, они жили и все прочее. И он мне практически каждый раз говорил, слушай, ну, я себя в вашей синагоге… Что это такое? Синагога, бывший детский сад. Послушай, у нас все там белым камнем вообще выложено на Иерусалимске. На полном серьезе говорит. Я ему говорю, слушай, нам не нужно выкладывать белым камнем на Иерусалимске. У нас все дома в белом камне. Ну, неважно. Он говорит, слушай, у нас целый день все там… Ну, буквально как «Равширки» пишет, да? Окей. Есть пример. Ну, опять, не называй, тут запись идет. Ребята, которые сделали алию из того же самого Бостона, да? Бежит домой. А что там? Ну, смотри, все-таки, да? Там жизнь. Что значит жизнь? Дети вернулись из армии, служат в армии. Там дети, там их приятели сидят, обсуждают, кайфуют, разговаривают, орут, спорят, как мы все. Ну, спроси, где жизнь? Окей? Я тебе говорю, что есть разные люди среди людей. Да, наверное. Ну, Равширки здесь делает некоторое утверждение, правильно? Он, смотри, ешевдельбенкина, то есть, как бы, он с юмором, с юмором. Ну, говорит, ребят, надо понимать, да, есть разница между дегустацией жизни и жизни. Окей. Но с точки зрения театра, да, понятно, что, как бы, для театра лучше, наверное, как это происходит за границей. Окей. О, она вылетела, наверное. Ну, хорошо, Даня, я ее обратно влетел. Я тоже. Влетела, это, типа, эфиль, получается. Я ее влетел. Ну, хорошо, идем дальше. Ну, как бы, более-менее понятно. Как бы, тематика понятна, опять по-человечески все понятно. А вопрос, тем не менее, конечно, который ты задал, остается. Почему? Почему? Почему вот люди это не чувствуют? Ну, вот так вот. Люди разные. Почему они, вот, казалось бы, нам с тобой и Андрею, да, нам это очень понятно и ощущается, независимо от того, в чем человек одет. Общая идея эта, она близка. А то, сколько времени там, так сказать, проводят те, кто-то здесь вообще… Ну, смотри, поэтому Раф как бы все-таки делает резюме. Мы тоже тут с юмором говорили, ну, так грубо говоря. Наверное, проще жить всю неделю, как бы, не еврейской жизни, имея в виду под еврейской жизни, бояться, думать и, как бы, ледок, заботиться, сходить с ума о своих детях, которые в армии, там куча других проблем, и обсуждать, и политика, и все. Либо жить в диаспоре, гой, чего они там, гой, ну, это их проблемы, их сенат, там, то есть, опять, платишь налоги, и все дают тебе жить. А в субботу у тебя есть один день. То есть, ну, конечно, с точки зрения, как бы, человеческого распорядка, это более удобно, да? То есть, это та же самая проблема разведчиков, да, которые 40 лет, да, 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 сто процентов лет, они, как это, опять же, в суке, которые окутаны облаками славы, да, в полной защите, как говорится, и тут им говорят, вы должны, там, прийти воевать, там, завоевывать эту землю, возделывать ее. Конечно. Конечно. Что это такое, да? То есть, они не понимали, получается, что это святая земля, да? Ну, так не понимают, послушай, ну, понимают, это, ну, тяжело людям, ну, тяжело по-человечески, по-человечески тяжело. Смотри. Ну, ребят, но если люди не понимают, что это их земля, значит, они уезжают в Канаду. Ну, Лена, ну. А если они чувствуют, что это их земля, так они тут. Сложный вопрос человеческий, он сложный. По-моему, что? Он очень сложный, он очень сложный. Да, да, это, конечно, совершенно верно, что вы говорите. Но как, почему это происходит, там, разница такая у разных людей происходит. Мы даже знаем из того же Бостона, вот скажи, разные семьи, которые из одной компании, как бы, и кто-то оставили там, причем в Америке между нами, говоря, вот, я их знаю лично многих людей, они очень правдивые. И в Америке многие вещи гораздо лучше организованы и удобнее. Да, 100%. Лучше. Лучше. Абсолютно согласен. И они, тем не менее, для них, отлично, что они бросили эту устроенную Америку. Я тебе скажу физически, как это происходит. Физически. И люди приехали, а кто-то остался. Не-не, я тебе скажу, те семьи, которые у меня перед глазами, по-человечески совершенно понятны. То есть, ну, там как бы просто схема. Они реально бы не уехали в Израиль. Они потянулись за детьми, которые приходят к некоторому выводу, тоже логически понятному, что еврейская жизнь для них в Америке неинтересная. А у них есть Эдгар, да? Они приезжают и служат в армии. После армии многие остаются здесь. И тогда родители-родители. Например, Гулько. Знаешь Гулько? У них все осталось в Америке. На слуху, но не знаю. Ну, кстати, в тех же семьях тоже, у того же самого, ну, не важно, не хочу фамилию говорить, у тех же наших знакомых общих, да? Пожалуйста. У них дочка осталась в Америке, живет, но они приехали. Не означает, что есть стопроцентная схема, да? Дети приехали, а кто-то не приезжает. Например, хабадники, те, которые были больше хабадники, да? А они остались там. И мне тот же самый, вот этот наш общий знакомый, который приехал с детьми, да? Замечательный Миша Шерман, скажу просто, замечательный, да? Он мне говорил. А я вот в Бостоне все-таки перешел в хабадскую синагогу. Почему? Потому что когда-то находится в Бехуль, хабадская синагога, она вдохновляет. И на Архиповке тоже было очень классно среди стариков. Понимаешь? Ну, старики-то они все оставались там в полказанной времени. А когда возникла возможность, они все покинули. Они в Израиль тоже не поехали, действительно. Не все, в Азербайджане. Окей. Ну, масса детей из нерелигиозных американских русскоязычных семей приезжают в Израиль и абсолютно счастливы и хотят тут остаться. И, да. Так что ответа мы окончательно не найдем. Не найдем, сто процентов. Вот, товарищ Галкин приехал с Пугачевой. Товарищ Галкин с Пугачевой приехал. Не знаю, гребещий пуст, там еще какие-то люди. Ну, это они из России сбежали, вы понимаете. А у них не было возможности у таких богатых людей. Да, он мог, я думаю, такие люди такого уровня могут куда-то, но, тем не менее, это был Израиль. То есть их тоже здесь что-то привлекает, правильно? Да. Как этот любимец, в кавычках, я забыл. Андрей, Андрей, как его зовут? Покоревич. Покоревич. Как ты говоришь? Покоревич. Да, вот, пожалуйста, да, конечно. Он, вот, я как-то по жизни меньше с ними связан, я и в России как бы их не слушал. Ну, неважно, я не в этой струе был совершенно. Но здесь, в Иерусалиме, все были залы заполнены. Это Галкин пишет, я пишу в Фейсбуке, что у него расписано вообще, не знаю, на месяца. Вот тут все просто аплодируют, и все, тут куча людей, которые, да, пожалуйста, вот он приехал в Израиль. Хотя в синагогу, наверное, не сильно ходит. Мне так кажется. Ну, может, зайдет. Ну, может, зайдет, когда-нибудь. Чует, чует родину. Да? Может быть. Что-то особое. Смотрите, в этой жизни что-то особенное, 100%. Весь Иерусалим с Сидером. Тут сумасшедшие ходят. Ну, вот. Конечно. Моя подруга сюда приехала 30 лет назад, она, говорит, она месяц ходила и плакала, рыдала. Приехала домой из Москвы. Ну, мы тоже плачь, плакали, но 30 лет как-то тяжело все время плакать, поэтому иногда как-то... Ну, да, перестали. Окей. Ну, хорошо, продвинемся дальше. Я за то, чтобы как бы все-таки... А то можно разговаривать сладко вообще-то. Ну, будем говорить вперед. Окей. Тема такая, на самом деле, как выяснилось, очень... Тема, да. Ну, Рафширки все такие темы пишут, послушай. Особенно мы раскинуты по... У нас сейчас на уроке, да, три континента. Ну, так, три еврейских континента, пожалуйста. Есть Израиль, есть Америка, есть Россия, можете в обратном порядке сказать, как угодно. Окей. Вся еврейская жизнь. Вот все. Надо еще человека, который на Украине живет. Тогда было бы совсем весело. Все было бы обсуждали вообще. Вся аспекта еврейской жизни. Окей? Да. Ну, хорошо. Мы начинаем новый круг, правильно? Время еще есть. Андрей, давай, что ли? Да. Тогда я прочитаю следующий отрывок на ту же тему. Различия еврейской жизни в Галусе и в земле Израиля, и различия иудаизма за границей земли Израиля. Окей. И трахакут мега йофи га олами без манга галук. Отдаление, отдаление от мировой красоты во время изгнания. Во время, когда существует храм, мир, он наш. В мире, в котором обитает Шхина, и народ Израиля в полноте своей силы, мы чувствуем себя дома. И в таком мире важно, чтобы внутренняя красота излучалась наружу. Однако, во время, когда Израиль в Галусе и находится в унижении, у нас есть разводное письмо от мира. Мы отталкиваем красоту мира. Так, собираемся внутри себя. И предпочитаем быть уродливыми для того, чтобы сохранить мудрость. Улам ше не сталкаме мену а Шхина, мир, из которого удалилась Шхина, ше ешбо гарбет сарот, в котором есть множество проблем. Вегу им ше ротфиму тану и народы, которые преследуют нас. Ху олам ше и нэн огавим. Это не тот мир, который мы любим. И если мы влюбимся в него, то есть в этот мир, в этом ужасном его состоянии, тогда он повергнет нас в падение. Лахен багалуд ануметапхим эт хаки ур. Поэтому в изгнании мы культивируем уродливые. Отлично, культивируем. Замечательно, да. И это хорошо видно в антисемитских карикатурах, на которых появляется еврей во всем своем уродстве. Но на самом деле, по евреям изгнания было вот это сильное излучение святости и торы. Однако внешний мир был презираем ими. Он не находился на самом деле в их мире. И есть необходимость, и это не восхваляется и не порицается, что во время галута, есть необходимость во время галута развивать, культивировать толстую карлупу, кожуру уродства. Ну да, панцирь же, да. Панцирь лучше, значит, культивировать во времена галута толстый панцирь уродства для того, чтобы сохранить внутреннее содержание. Вот так, тема красоты. Красоты мира и красоты еврея, который, да, что-то я на эту тему даже слышал, были там конкурсы красоты в первые годы существования государства. Там, по-моему, даже мужчины были, да, какие-то спортсмены, что-то такое, да, чего никогда не приходило в голову, понятное дело, в галуте, да. То есть красота мира, да, вот этого мира, который не наш, да, то есть для евреев он не свой, потому что нет храма и в нем не обитает шхена в мире, да. То есть он, от него нужно как раз скрыться от панцирь уродства, да. И вот это излучение внутренней красоты, оно начинается только, опять же, в земле Израиля. Я, Беседа, ну, как бы, смотри, это тоже может быть разведено. Опять Кадаров говорит, это как бы такой мейнстрим, это красиво, это хорошо, это хорошая модель. В реальной жизни это разносится, правильно? Потому что здесь красота, она может довести до того, что, как бы, будут ходить совершенно... С одной стороны, Мяшарим будет говорить, должен быть синюн, все должны быть черные. В Иерусалиме ходят женщины, которых называют талибан. Ты знаешь, что он черный. В основе, если ты пойдешь на таллицкий пляж, да, там, как бы, одежды будут настолько минимальны, что люди практически голые ходят. Ну, пожалуйста, где она красота? Тоже, понимаешь же, с точки зрения модели, да, красиво, все правильно сказано. Но в реальной жизни это очень сильно люди разбегаются по полюсам, понимаешь? И жизнь становится сложнее. Либо ходить черным, тогда все очень понятно. Понимаешь? Черное, белое, все, никаких. Либо все цвета радуги, вот она начинается, все остальное. Так в этом и красота, как раз, в разнообразии. О, собака, бессета, да. Вот это то, что говорят, те, которые проводят гей-парады и прочие. Они говорят, да, красота, разнообразие, правильно. Надо всех принимать. Ты хоть весь список зачитал? Да? Окей. Ну, это же не наше, как бы. А где, как бы, найти свое? Ну, подожди, я не понимаю, почему ты опять к гей-парадам сводишь вопрос красоты? Ну, не только кей-парадам, а ставь, действительно, я не хочу на это. Я другу, совершенно. Не только кей-парадам, вообще. Говорим, а не знаю, насколько это явление действительно такое. Ну, парады красоты, ну, пожалуйста, эти самые, как они, конкурсы красоты. Религиозных конкурсов красоты, по-моему, все-таки нет. Не знаю, может, есть, но все-таки нет. Почему? Потому что там девицы, как бы, в бикини должны выступать. Красота в чем поражается? Ты должен как-то показать ее, правильно? Человек в черный, закутанный придет. Не как бы все одинаковые в мешках выглядят, правильно? Ну, что-то будет достать из мешков. Ну, здесь имеется в виду также искусство, да, которое... А-а-а-а, это тема, это тема, да, это тема. Вот поэтому в Израиле главное искусство до сегодняшнего дня. Это овцы Кадишмана, правильно? Вот овцы Кадишмана, везде стоят, правильно? До сих пор не могут пережить. Кадишмана. А, Кадишман, посмотрите, это айкон израильского искусства. Да, это у него вот известные эти барановые Кадишманы, которые вырезаны из металла. Они стоят везде, в Иерусалиме стоят. Проедит по всему Малой Адуми. Ну, тоже как бы, понимаешь, мы привыкли к этому. Реального изображения нет. Нету скульптуры, как мы привыкли, не знаю, в Европе, там, в России было. То есть это, 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 этого нет. Это не из-за Израиля, это просто такое направление в искусстве. Оно тоже непросто, да. Все хорошо, только ни слова просто. Ну, как бы, на современной выставке ты вне Израиля, допустим, ты много увидишь портретов в стиле ренессанса, что-то, нет, мы уже прошли все эти, как бы, и там, что-то возвращается, это действительно к... Ну, хорошо, даже без гей-паранов, хорошо, давайте разделаем так. Я не хочу брать цитату, еще подумать, как бы у меня некая проблема, и все время туда меня ведет. Это не совсем так, у меня, как бы, нет этой проблемы, слава Богу. Но, смотри, при возрождении государства Израиля, вот Андрей правильно сказал, были конкурсы к цитаты. Ну, вообще, как бы, такая идея была, нам известна, да, тематика, слава Богу, что она ушла потом. Создание нового человека, сильного, спортивного, спортивной парады, пятой-десятой. Но это все, как бы, грубо говоря, было такая антирелигиозная, это шло в другую сторону от религии. То есть мы вырвались из вот этого черного мира михуар, да, голодного, а сейчас у нас должны быть сильные спортивные ребята, которые... Я не думаю, что это во всем противоречило. Все зависит. Да, Харидим, например, остался от этого отгорожен. А мезрохники, они были, как бы, всегда наполовину. В этом, действительно, там, изначально это Саполей, Агудат Исраиль, которые были изначально, вроде бы, Харидим, они тоже, те маршавы, которые были ими созданы, они совершенно изменились, поскольку они нанимались работой на земле Израиля, практической работой. И это, в общем, как бы, тоже поменяло, если... И вообще, ну, такой образ красивого еврейского пахаря, который работает... Послушай, мы же вчера были на лекции Рава Зеомерчкова, правильно? Вот он объяснял, да, вот какой стандарт моральный. Новиим, да? И там, помнишь, была идея, почему, как бы, стриглись и все. Ну, какая тема была, мы в машине, как раз, переглянулись, какая идея была, аж Назир и все прочее. Какая идея? Идея человека, должна быть красота внутренняя. Внутренняя красота, да-да, внутренняя. Окей, поэтому и волосы стригут, и пятна, и десятка. Окей, а где же Рав? Про другое говорить? Вот, а как это совмещается? Это не очень понятно. Ну, опять, как модель, как модель, да, очень красиво все объясняет, Равшерки, сто процентов согласен. Но когда это, как бы, в практической жизни, не очень понятно. Не очень понятно. Эта тема тут дальше будет продолжаться, тема красоты, да. Но я хотел сказать, что как раз вот эти, ну, конкурсы красоты, да, как примеры, первых лет существования государства, это как раз вполне закономерно и нормально с точки зрения Равшерки, что когда евреи приезжают на свою землю, на святую землю, они начинают обращать внимание на материю, на тело, за то, от чего они отгораживались раньше. Окей, да, я согласен. Да, это выражается в конкурсах красоты. Но в этом мы видим, что они стали смотреть на другое. Согласен, согласен, Сабаба, я согласен. Но при этом, при этом я хочу тебе сказать, что, например, ну, скажем так, меня гораздо больше, ну, как бы, вдохновляет, если так можно сказать, например, какие-то конкурсы, я сейчас, может быть, их еще и нету, а может быть, они уже есть. Например, конкурс аутистов. Или вообще, когда проводят что-то, которое представляет людей, про которых в течение долгих лет или вообще просто до сегодняшнего времени считалось просто скрипт, как бы, ну, давали им, предположим, жить, но вообще, как бы, старались обходить это стороной, правильно, такой задний двор человечества. А сейчас нет, есть, смотри, есть, как бы, ансамбль музыкальный, в котором все люди, все, все, которые играют, они в той или иной степени, у них есть какие-то, ну, я не хочу сказать дефекты, да, отклонения, правильно, в которых даун, что ли, пятый и десятый. И вообще, это чуть ли не сейчас не центральная тема, вот в израильском обществе, каким образом этих людей, да, их вот сделать так, чтобы они как будто были нормальными, да, то есть они в школах учатся в нормальных классах, они на работе и все. Вот это вот тоже сильная вещь, понимаешь? Вот это мне кажется, и она хотя бы сильная на таком уровне, что она, ну, очевидно сильная, понимаешь? Очевидно сильная, очевидно понятная. То есть трудно сказать, что-то привести, что-то не то. А то, что говорит Раф, окей. Извини, только я все-таки поправлю. В нормальных классах это не самое лучшее решение. Что-что? Нормальные классы это не самое лучшее решение. Специально для них делают специальные классы, которые гораздо больше продвигают, они, собственно, гораздо лучше. Может быть, те, у которых легкая форма, но те, у которых легкая форма. Ну, у тех, у которых легкая форма. Нет, все равно, даже те, у которых вполне функциональные, все равно это гораздо лучше мучиться в специальных классах. Я просто поскольку сталкивалась с этим. Ну, не знаю, смотри, вот у меня мужа, в котором Даня живет, да, вот у них там тоже есть несколько таких детей, и он, в принципе, у нас в семейном WhatsApp показывал специально этих детей, вот они приводят играть вместе с нашими людьми, играть, и все, чтобы они чувствовали себя членами общества. Это совсем другое дело. Окей, ну, может быть, я загнул со школы. Окей, обещай, сабаба, может быть. Нет, это просто, если кого-то интересует, потому что это действительно важный момент. Люди, у которых, так сказать, есть какие-то проблемы с детьми, это как можно раньше нужно делать им проверку и не бояться этого, как в России его боялись, чтобы никто, не дай бог, не узнал, что он не такой короткий, а наоборот. Почему? Потому что в конечном итоге, когда у тебя есть результат, тебя могут поместить в специальный класс, и действительно это не класс для диодов, это класс, которым дают инструмент реальный, детям, у которых есть потребность в них, чтобы организовать. И вы недавно как раз публиковал Ария Ольман, да? Да. Про девушку Эфиопскую, у которой были проблемы там. Но когда на них вышли, она в результате там получила первую, вторую степень, даже две, стала очень, по-моему, продвинутой. Поскольку получила нужную помощь, и это, в общем-то, нужно в этом... Русские, кстати, которые сейчас приезжают, там они еще... Мы тоже как бы здесь сваримся давно, а те, кто здесь недавно, им надо объяснять это, что у нас совсем другое отношение к этому. Да. Но, во всяком случае, как бы видно, что государство, оно, даже не скажем, общество в целом, оно считает себя достаточно сильным для того, чтобы позволить себе включать в себя самые, как бы, ну, скажем так, маргинальные с точки зрения человеческого существования объекты. И сильные для того, чтобы как бы включать их, чтобы они помогать им жить какой-то жизни. Вот это, мне кажется, как бы очень большая заслуга современного общества вообще, в том числе и израильского. Мне так кажется. Это и есть как раз силы и излучение красоты во всем. Да. Да, нахождение красоты, да. Да, сто процентов. Поэтому, мне кажется, жалко, что Раф про это не пишет. Да, вот мне кажется, это очень важно. Я Раф вот вполне дополнил бы. Окей. Можно Рафу посоветовать, чтобы он дописал. Да. Потому что Раф на этого боялись? Конечно. 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 Как у нас говорится, чтобы не сравнивать ни кое-моему. Не знаю, я при этом, слава богу, не присутствовал. Я еще не родился. Но я помню, я где-то читал эти жуткие рассказы, да. Что, может быть, какая-то должна была быть годовщина Победы, да, какой-то 9 мая, через 10 лет или все. И вот кто-то обратил внимание, что в столице, может, в других городах, но в столице, очень много людей, которые без конечностей, правильно? После войны их называют словарами. Да. Да, и как потом жутко, мне это на всю жизнь не отчитал, где-то у кого-то жутко. Да, да, да. Изгнали все изгнали. Да, да, изгнали их на эти самые салавки, на этот остров, а по дороге выкидывали просто из вагонов. Ну, то есть, как бы, вот, пожалуйста, те прямо противоположный пример. Почему? Потому что в обществе все должны быть сильные, здоровые. Ну, это как бы нацистская даттерина уже. Но, во всяком случае, понятно, как бы, разница, где одни находятся, а где другие. Окей? Спасибо, Натан. Нет проблем. Нет проблем. Да, касался бы принципов, может быть, один и тот же, но разная, то есть, важность красоты. Да. Но совсем противоположные выводы. Да. Сто процентов. Да. И общество, мне кажется, это важно, общество здоровое по-настоящему и, как бы, здоровое с точки зрения божественной здоровости. Это общество, которое не рассматривает людей с точки зрения их функциональности. Самая главная проблема небожественного сообщества – это то, которое рассматривает людей только с точки зрения функции и пользы для народа. И тогда начинается лес рубить щепки для тебя, самое важное дело делать, и пятое-десятое. Вот, мне кажется, в этом отношении, при всех, как бы, негативе, если так можно сказать, хотя этот негатив – это негатив продвижения, который, видимо, в израильском университете, в других обществах не жил, да, только в том и в этом. Да. Самое главное, на мой взгляд, это то, что в Израиле сто процентов не относится к человеку с точки зрения его функциональности. Что ты можешь дать обществу? Нет. И это очень сложно сначала это почувствовать, потом ты к этому привыкаешь. Ну, как? Что ты можешь дать обществу? Нет. Что он не обязан. Окей. Идем дальше. Кто у нас? Нехама читала слегка? Я, что ли? А мы закончили уже, да? Начались. Нецех хаме-ирбитоха-гуд. Тут в заглаве употребляются два понятия, которые одновременно у них есть значения в языке, а кроме того, они являются названием сферот при стабилистическом писании взаимодействия человека, скажем так, или народа с Богом или с божеством. Нецех – это победа или вечность, а год – это великолепие, вытяжение. Это кто, год? Ну-ка, а год Малхудха. Его, как это? Великолепие царства, да. Когда обращаются к чьей-кому-то, ну, не к царю-царе, а царю-царю просто, говорят, вот Малхудха. Вот Елизабету сейчас праздновали, да? Сколько ей? 90 с чем-то лет, 70 лет на престоле. Как ее называли? Вот Малхудха, по-моему, нет? Как это по-русски переводится? Может быть, да. Ваше Величество? Ну, даже вот не Величество, а круче. Как к царю обращались? К царю как обращались? Превосходительство. Нет, ну, превосходительство, старик, это чиновник. Ваше Величество по-русски. Это ко мне так обращались, ты что? По-русски, по-русски, Ваше Величество. А как это? И к царю тоже? К царю Ваше Величество. И тоже не круче, просто Ваше Величество? Это самое крутое, что есть. Это самое крутое, что есть. Ваше Сиятельство – это гораздо меньше. Не, это к нам можно, на форсиятельство, а там не понятно. А, кстати, сиятельство! Вот сиятельство! Зор! Откуда слово сиятельство? Это зор 100%. Ну что, откуда оно сиятельство? В странице 84. Марих, мы от БТУ, он очень длинно описывает красоту Раби Йоханана. В другом месте, в Брахоте. На самом деле, где-то у меня есть перевод. Действительно, поразительное описание. Я это невозможно повторить, должен прочесть. Описание Раби Йоханана, как виноград, положенный в серебряную вакау, поставленный между светом и твом. В общем, описание картины просто видит что-то потрясающее. Так вот описывается его красоту. Вместе с другой, в Брахоте. В другом месте, в Пактете Брахоте. А, в массе, шебу бикер Раби Йоханан от талмидов. Раби Лазар, шея хулик. Талмидов. Там описывается, как, одум как Раби Йоханан, посещал, збеоу, больноу, ученика Раби Лазаром. В шлябе несуям, в один прекрасный момент, ехал Раби Лазар, левкот. Ну, у них там, между ними происходит некоторая беседа, и в этой беседе, в какой-то момент Раби Лазар начинает плакать. шешалу Раби Йоханан лисибат хабехи, когда его спросил Раби Йоханан, почему он плачет, бухе ане, али юфеха, и юфеха, шеатид лабо, беафар. И он отвечает, что я плачу из-за твоей красоты, которой суждено обратиться в прах. Амару Раби Йоханан, шеатид лабо, аль клах, рау и левкот. И на это ему, Раби Йоханан отвечает, что да, об этом стоит плакать. Там было другие предложения, он его ухешал, если ты думаешь, что из-за этого не плачь, из-за этого, если из-за этого не плачь, из-за этого. То есть там серьезные вещи были, среди них была смерть детей и так далее, но тем не менее. Все это можно, все не так страшно, не тотально, а вот красота, которая вращается в прах, да, из-за этого стоит плакать. Это я от себя думаю. У бахуш негем яхан, и они плакали вместе. Чтобы понять глубже эту историю, надо напомнить, что красота Раби Йоханан была свидетельством, последним свидетельством красоты и великолепия Иерусалима. И поэтому со смертью Раби Йохана уйдет последняя память об этом великолепии. И поэтому вот этот плач был не конкретно, а о конкретной красоте Раби Йохана. На самом деле, насколько я помню, я в скобках скажу тоже, здесь так рад пересказывать, я плачу о твоей красоте. Действительно, Раби Йохан открывает там свою руку и весь дом, во всем доме сияет свет, как будто солнце взошло, то есть такая ослепительная красота. Тем не менее, он не говорит, что я о твоей красоте плачу, Раби Йоханан. Он говорит, я плачу вообще о красоте, которая... То есть в данном контексте понятно, что он говорит о красоте Раби Йохан. Но сама фраза, она как бы говорит обо всей красоте, которая уходит в прах. А на самом деле, поразительно Раби Йохан нам объясняет, что здесь есть намек на красоту Иерусалима. И эстетический компонент совершенно не обязательно в те времена, когда существует храм. Потому что, когда есть божественное присутствие, есть шхина, которая покоится в Израиле, то тогда есть... Тогда святость распространяется также и на области эстетики. И на каббалистическом языке это будет называться нецах, который светит из красоты, из великолепия. То есть вечность, которая просвечивает через в данном случае святость, по-видимому, через великолепие, через красоту. То есть мы... Мы вот сейчас понялись с Феррата Омер, и там было... Каждый день мы отсчитывали какую-то комбинацию из двух сферот. Одна, может быть, вот шебе нецах, а другая нецах шебе вон. Или там... То есть, может быть, мужество, которое в милости, и милость, которая в милости. И так же и здесь. То есть все комбинации X49 получается, 7 и 7. И вот одна из них, это какая-то дата... Я даже не могу сказать. Окей. Нет, шебе вон. Это день Иерусалима, Владимир Владимирович. Тоф, Нехама запуталась, на какой тоже бывает. Нет, нет, я не запуталась. Скажи, какой день из счета умера это? Йоми Рушаваэн, какой счет умера был? Да. Это вопрос? Сейчас скажу. Нет, шебе вон. Сейчас скажу, погодь, секунду. Погоди, что-то у меня тут накрылась, как водится. Боюсь. Ну, продолжи чуть-чуть, а я сейчас найду. Это конец уже. А, сейчас секунду. Март, апрель, ну что? Сейчас секунду. Так, Йоми Рушаваэн, это что такое было? А, это был не Ниссан, это что было? Ниссан и Яр, да-да-да, это дальше, это было в мае. В мае. Это 30, нет. Это не день Иерусалима. Иерусалима Польши. 29, я тебе сейчас скажу, это был Кафхэт. Это был Кафхэт. А это что? Это 32, так что это не попадает. 32 день, то есть канун Лакбаумера. Да, правильно, молодец. Это попадает на канун. Так, ну хорошо, совпало, нет? Нет, ну это совпало с Лакбаумером, мне в Иерусалиме не совпало, ну что поделать. Окей, ну, все всегда совпадает. Был у нас когда-то такой замечательный учитель, мы с ним ходили на уроки иногда, который иногда говорил, если у вас все, все складывается, слишком хорошо, это дозрительно. Да, все нормально. Окей. Должен быть зазор. Да, мы тоже, кстати, это про Равошерки, у него очень красивые модели, да, они мне как бы настреливление. Но какие-то зазоры возникают. Но зазоры возникают, эти зазоры, они подтверждают, что это жизненная модель, правильно? Правильно. Совершенно. Все, 100%. Мы за Равошерки, грубо говоря, мы в его парте стоим. Так, ну хорошо. У нас это внутренний красоте как раз, о чем-то, что учится через вот эту самую материю, учится наружу. И мы это воспринимаем как внешнюю красоту, но мы воспринимаем так, если есть что-то внутри. То есть вот этот самый Нецах, или же Шхина, или же вот этот Иерусалим, то, что называется, то, что люди воспринимали как красоту Раби Йоханова. Да, я сейчас нет времени, я не хочу уходить еще, тем более, но вот очень похожее, по-моему, на эту тему было, я рассказывал очень красиво про Назира, пересказывая Ханан Парад, там была история Назир Меодаром. И там вся идея была в том, что в конце как бы Назирута Назиром приносят жертву, правильно? Вот, и там есть такая штука, чисто текстологическая, но потрясная, на этом строится отличный как бы драж, о том, что умы ви и то приводят с ним. И из этого как бы есть что-то странно, скажешь, мы ви и то, какое впечатление, что какой-то есть какой-то еще, то есть он как будто раздваивается, он ведет кого-то с ним. И вот там вся идея была в том, что человек может побороть свое вот это нарциссизм или что, или там, или пятое-десятое, когда он видит это как бы с внешней стороны, вот этого внешнего он приводит. И поэтому вот это как бы дуализм этого Назира, с одной стороны он в кадош, а с другой стороны он должен как бы копорай это. И вот это, по-моему, может быть, немножко как бы выходит за рамки того, что Равшерки говорит, но вот эта вот идея внутренней и внешнего, она там была, и вот этот нарциссизм, когда он на себя смотрит, это нарцисс, и все, вот эта вот идея. Ну да, он там как бы действительно Назир Меодором решил взять на себя обед Назирута. Как это по-русски? Назирута, это невоздержание. Подожди, это близко. Назир переводится по-русски Назарей. Назарей, да, хотя это дословный перевод, что такое Назарей, Налей. Именно потому, что он просто, именно потому, что он увидел свое отражение и восхитился им. А он как раз, видимо, считал, что внешнего, если у него нет то он не ощущал, что есть что-то внутреннее оправдывающее, то он решил. Хотя, как бы, эта тема, она тоже, она как бы обивалентна, она непонятна. Внутренняя красота или внутренний, скажем так, богатый душевный мир человека, внутренний мир. Он обязательно должен находить свое выражение в симметрии такой. Мы знаем людей, которые были физически как бы ущербны и все. Есть там в францерском свайке, кто угодно, понимаешь, там, кафка и все. Ну и которые... Кисталмуде, примеры. Куча примеров. которые были очень уродливые. И не будут приводить. То есть, неоднозначно, совершенно неоднозначно, совершенно. И примеры совершенно с точки зрения как бы общих, я не знаю, классической античной красоты людей, которые полные идиоты. Не про нас будет сказано. Нет, это как раз свидетельство того, что мир ущербен. В идеале как раз внешне должно быть отражение внутреннего. В конечном итоге так оно и бывает. Возьмем, например, портрет Дариана Грея. Да? Почему он в конце стал портрет уродливым? Потому что таким стал и сам Дариан Грей. Если бы это не было... Об этом Равку, кстати, пишет, что... Уродливость тоже до какой-то границы. На человеке отражаются его моральные качества. Да, но, понимаешь, вопрос уродливости, я думаю, что когда мы прикладываем линейки, ну, скажем, греческой античной красоты, то как бы понятно, должно быть симметрично, то себе пятый десяток. В другой смысле, если ты берешься как бы совсем к отцешине, человек реально не про нас будет сказано, реально уродлив. Да, там, глаз перекошен, челюсть там или еще что-то, ты не можешь на него смотреть. То есть как бы не обсуждается. Но как бы вот внутри этого... Если такой человек, если он святой внутри себя, ты постепенно перестаешь... Ты видишь его красоту. Вот посмотрите автопортрет Ребранд. Я всегда был потрясен. Книжку, я, к сожалению, не купил ее тогда, я никак не могу ее как бы, ну, и особенно не охотничь, но не видел больше. Вот книжка, которая называлась «Автопортрет Ребранд». В течение всей жизни он написал свои портреты, да, начиная совсем-то как бы с молодости и все. И вот у него самые потрясающие просто, это просто в конце, вот я помню, самый последний его автопортрет, он там в образе смеющегося, просто смеющегося. И такая идея была, что было красиво было написано, что он написал всяких как бы еврейских аллюзий, писали неевреи и все. Но тем не менее, я просто был поражен о том, что вот такая вот вот этот смех, смех высокий, смех над смертью просто, да? Как и Вешет Хайль поется, да? Бьем охарон. Ну, так что я просто хочу еще раз сказать, что Ира Фух тоже пишет, что душа человека отражается на его внешности. Да, сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. И зачастую люди, просто это как бы дополняет зачастую, люди, которые с первого взгляда, они совершенно не вложатся в рамку классической красоты, да? Они являются совершенно потрясающими и с точки зрения, как бы, ты видишь, в них, в тебе открывается внешняя красота. Могу просто про себя сказать, не могу не сказать, что вот один из путей моих как бы возвращений, вообще в конце концов, приезда как бы в Израиль, Маханай, там, Пинхас Полонский, Нахамай, Пятое-десятое, все начало с того, что я посетил, грубо говоря, Архиповку, маленький зал. Реально просто, я когда увидел этих самых стариков, я был поражен, я просто выпал в осады. Хотя понятно, что по параметрам как бы красоты, на конкурс красоты, там, Россия или еще, они наверняка не прошли, понимаешь? на моем конкурсе красоты, они вышли в финал 100%. Да, спасибо. Да. Отлично. Окей. В следующий раз можешь привезти, альбом показать. Да, есть, он стоит в интернете, действительно, все, я помню. Ну, начнем урок просто. Да, я набрался смелости, набрался смелости, где-то, по-моему, за три месяца до отъезда в Израиль, уже неудобно было просить фотографировать, ну, что с этим фотоаппаратом там, то есть, и я набрался смелости, я на брите, который был, был такой рэп-юдо, который потом в Австралию, по-моему, уехал, я попросил у него, говорил, можно? И он мне, да, он говорит, да, нет проблем, все, и я набрался смелости, я за три месяца, все, начал с Архиповки, потом у Хтомка был у Гринберга, Марина роща деревянная, которая сгорела, фантастическое совершенно, просто, это что-то было, да, и, кстати, меня через Гришу, Грису Розенштейна Заль, да, и через его, через Рэмку, через его сына, я стал ходить на эти пару раз на Фарбрингене тоже, с Давидом Карповым, и все, фантастика была, просто это было, что-то было. Ну, то есть, переносить фотографии. Да, окей, нет проблем, все, мы посмотрим, они все стоят. Непобежденная синагога. Окей. Я, в этой записи, с вашего разрешения, когда я сейчас поставлю ее в Телеграме, я приведу линк, вот, можете посмотреть, просто они все стоят, старик, замечательно. Спасибо. Были воскресенье в синагоге Рава Довида Карпова, он так же красив, наверное, еще больше. Да. Он тогда был молодой парень. Да, он там немножко сдвинулся, по отношению к политическим вещам, но, все это хорошо. Окей, но был, да, да. Мы с ним шли от Юго-Западной до метро Беляева и, тренируясь, лаурития, обсуждали современное положение Арафата и Пятое-десятое. Дима Карпов, да. А моя жена, она учила его брата в школе, его родители приходили, жаловались, что вот его брат, Давид Карпонов, он его сбивает с пути истинного. Такой русский мир все был. Ну, окей, беседа, заканчиваем на этом. До свидания, спасибо. Всем счастливо, пока, было замечательно. Спасибо.